Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Хотелось бы продолжить уже затронутую тему по внутриглазной меланомии, остановиться сначала на комплексной такой клинико-инструментальной диагностике данной патологии. В целом, актуальность изучения внутриглазной меланомии, она обусловлена, в общем-то, ее высокой частотой в структуре офтальмо-онкологической патологии и, к сожалению, поздней диагностикой. Как правило, пациенты обращаются уже на далеко зашедших стадиях процесса, это третья-четвертая стадия, до двух третий больных. И, конечно же, не стоит забывать о том, что это заболевание сопряжено с рисками летального исхода, и так, по данным различных авторов, частота метастазирования достигает до 80% в различные сроки. Согласно клиническим рекомендациям по увиальной меланомии 2020 года, клинико-инструментальная диагностика меланомы базируется на, ну, в первую очередь, это, конечно, характерная клиническая картина, комплексное ультразвуковое исследование, преимущественно, конечно, с использованием дополнительных режимов, ангиография и в ряде случаев тонкоигольно-аспирационная БФС. И то, о чем сегодня уже заходил как раз-таки разговор о том, что данный метод, он не требуется в обязательном порядке, как согласно нашим клиническим рекомендациям, так и американских, и проводится в сложных диагностических случаях тогда, когда диагноз по-другому поставить не представляется возможным. Или же в тех случаях, когда пациенту проводится молекулярно-генетическое исследование с целью оценки прогностического класса, о котором мы немного позже тоже поговорим. Но что касается клинической диагностики, то внутриглазной меланомы, то здесь применяются различные методы. Конечно, хорошо в своем арсенале иметь возможность фотоархивирования с точки зрения диспансерного наблюдения за пациентами. Важными моментами являются исследования обязательно обоих глаз, по всем веридианам и тщательный осмотр. И если клиническая диагностика больших меланом хориидея в целом не представляет особых сложностей, они могут быть как различной степени пигментации, от слабо пигментированных до гиперпигментированных, в том числе в 5% случаев встречаются и беспигментные формы, могут быть различного типа роста, узлового, диффузного, с прорывом мембраны бруха, довольно-таки патагномоничная форма больших меланом, то малые меланомы, начальные меланомы представляют определенные сложности в диагностике. И здесь важными являются критерии, обозначенные на данном слайде. Эти критерии были сформулированы в течение большой работы на большой выборке пациентов на протяжении длительного периода наблюдения и выделены авторами данной публикации. И, конечно, основные сложности в практике офтальмо-онколога представляют следующие ситуации, то есть дифференциальная диагностика между невусом и начальной меланомой. Когда мы смотрим и пытаемся разгадать, это еще невус или же это уже начальная меланома хориидеи. И здесь, конечно, важным критерием в диагнозе является наличие внутриопухолевой сосудистой сети, и которая начинает свое такое активное развитие, когда опухоль достигает высоты толщины свыше 2 мм. На начальных стадиях сеть еще развивается слабо, ну а далее по мере роста опухоли уже происходит ее бурное развитие, с развитием в том числе ретинотоморальных шунтов. И на сегодняшний момент в арсенале офтальмо-онкологов существует довольно-таки широкий диапазон диагностических методов, которые позволяют оценить как, в принципе, наличие сосудов внутриопухолевых, так и изучить характер кровотока, и что особенно важно исследовать антиорхитектонику опухоли, которая представляет собой не только диагностическую значимость, но в том числе и играет роль с точки зрения прогностического значения. И переходя к инструментальную диагностику, начнем рассматривать с базового метода, с ультразвукового метода, без которого наша работа, пожалуй, невозможна. И здесь, конечно, произошла определенная эволюция в развитии ультразвуковой диагностики в офтальмологии, начиная от одномерной эхографии, переход в двухмерный, в это сканирование. И на сегодняшний момент, конечно, мы имеем возможность работать на ультразвуковых приборов экспертного класса, многофункциональных, которые помимо серошкального сканирования позволяют проводить исследования и в режиме цветового доплера, и в режиме эходенцистометрии. Единственным важным моментом является соблюдение параметров безопасности, рекомендованных для проведения офтальмологических исследований глаз и орбиты. При исследовании в режиме доплера мы оцениваем степень воскулиризации. Меланомы могут быть с различным количеством питающих сосудов, мы оцениваем спектральные характеристики кровотока. Вообще метод ультразвуковой доплерографии демонстрирует довольно-таки высокую информативность на уровне 85%, но работает, конечно, очень хорошо при средних и больших размерах новообразований, при малых лишь в 50% случаев, но это обусловлено, конечно, тем, что и разрешающие особенности прибора, и тем, что в малых меланомах просто зачастую еще только начинают свое развитие внутриопухолевая сосудистая сеть. Относительно дифференциальной диагностики, опять же, между невусами и меланомами, то для невусов характерно по УЗИ локальное утолщение хорииды малых размеров, конечно же, при отсутствии каких-либо признаков внутриопухолевой воскулиризации. А начальные меланомы, они уже характеризуются появлением такого начального хориидального профиля куполообразного, размеры опухоли достигают до 3 мм, и признаки начальной внутриопухолевой воскулиризации. При дальнейшем росте меланомы, при уже таких средних размерах, до 5 мм, меланомы средних размеров считаются. Здесь уже появляется типичный куполообразный профиль, более плотная пахогенность и структура, усиленные признаки воскулиризации. При дальнейшем росте опухоль может приобретать такую патагномоничную для увиальной меланомы форму грибовидную, или по-другому ее называют форму в виде запонки. Конечно, может быть и такая ситуация, как представлено в верхнем левом углу, когда опухоль занимает практически весь объем глазного яблока, и стоит отметить, что здесь она растет уже и за пределы глаза. Но такие ситуации все-таки редки. Наиболее часто меланомы больших размеров приобретают вот такую грибовидную форму. Но также имеет место и диффузный тип роста, то есть когда опухоль растет больше по протяженности, нежели чем высоту. Далее ультразвуковая гистография. И опять же, несколько слов об эволюции ультразвуковых приборов. На сегодняшний момент есть возможность оценивать акустическую плотность опухоли непосредственно в децибелах. Это максимально приближено к стандартизованной эхографии. И данный метод исследования, он проводится в режиме записи кинопетель. В последующем мы производим оккунторивание границ опухоли. И производится такая автоматическая оценка акустической плотности максимально-минимальные параметры и средние. И было установлено, что по мере роста опухоли, то есть чем больше опухоль, тем ниже ее акустическая плотность. Что в принципе вполне логично в силу того, что в больших меланомах уже происходят признаки распада, кровоизлияния, некротические изменения, что соответственно снижает ее плотность. Но также была установлена зависимость между типом воскулиризации акустической плотности и также в гипервоскулярных опухолях акустическая плотность была значительно ниже, достоверно ниже. Что также логично в силу того, что помимо опухолевого субстрата находится большое количество кровеносных сосудов. То есть по большому счету данный режим ультразвука, он позволяет нам косвенно без использования режима топлера судить о степени воскулиризации новообразования. Далее инструментальная диагностика по данным ангиографии. И если говорить о диагнозе между невусом и меланомой, то конечно при невусе здесь мы не будем видеть никаких признаков внутриопухолевая сосудистая сеть, здесь будет диффузная гипофлюоресценция очага, в то время как при меланоме как раз таки появляются сосудистые паттерны, которые представляют собой такие геробности, извитость, дилатацию, могут закручиваться в петли. И данный метод исследования, он конечно высоко информативный, причем работает при всех размерах опухолей, как малых, так и средних и больших. И помимо такой диагностической значимости, представляет собой прогностическая значимость, так вот в 2000-х годах проводился ряд фундаментальных исследований. Фолбергом, Мюллером с авторами были выделены 7 типов сосудистых паттернов меланомы, которые они в последующем разделили на две большие группы. И в последующих больших исследованиях, на больших выборках было показано, что вот эти опухоли, которые содержат все эти петли, арки, они характеризуются более высоким риском метастазирования, соответственно, более неблагоприятным витальным прогнозом. И позже, в дальнейших исследованиях, им было доказано, что обнаружив те сосуды, которые они видят на ангиографии, это действительно внутриопухолевые сосуды, и они это доказали. Далее, ОКТ и ангио-ОКТ в диагностике меланомы хориидеи. Ну, если говорить о спектральной оптическо-покерентной томографии, то при невусе визуализируется куполообразный хориидальный профиль. Но именно таким принципиальным моментом, характерным для меланомы и прогрессии невуса в меланому, является появление супретинальной жидкости в том или ином ее проявлении. Это может быть отек от фальгенера и претели и так далее. Также этот метод довольно-таки хорошо себя зарекомендовал для такого точного, максимально приближенного к реальности размерам, изучения размеров малых меланом, но, конечно, только малых, как правило, толщиной до 1 мм. ОКТ-ангиография неинвазивный метод, который является своего рода альтернативой ангиографии с контрастом и позволяет нам оценивать внутриопухолевую сосудистую сеть, но за определенным исключением. Исключением является то, что этот метод диагностики работает хорошо при меланомах малых размеров и при средних в 50% случаев и практически, вернее, полностью неинформативен при больших увиальных меланомах в силу того, что и существуют определенные особенности прибора и то, что чем больше опухоль, тем больше вторичных изменений, отслойки сетчатки, которые обладают просто экранирующим эффектом. И в наших исследованиях было показано, что максимальная элевация меланомы, при которой мы могли сканировать вот эту внутриопухолевую сосудистую сеть, находилась на уровне 3,5 мм и не более того. А перед проведением ОКТ-ангиографии пациентам проводилась контрастная ангиография, и потом уже эти два исследования мы соотносили, и, в общем-то, сопоставимость этих сосудистых паттернов была установлена в 94% случаев, причем, что интересно, в ряде случаев даже внеинвазивная ангиография ОКТ, она давала нам более яркую картинку, мы видели более такие четкие сосудистые структуры, более контрастные, что, в общем-то, конечно, здорово, потому что метод более, так скажем, безопасный. И вот согласно такому мультимодальной, такой комплексной диагностике меланомы был разработан диагностический алгоритм в зависимости от биометрических характеристик опухоли, то есть когда первичным пациенту проводится серошкальное сканирование с целью определения размеров опухоли, и дальше уже в зависимости от размеров, так, при малых меланомах, которые составляют до 3 мм, на первом этапе рекомендовано проведение все-таки ОКТ ангиографии как неинвазивного метода с целью оценки сосудистых паттернов и градации, к какому типу они относятся, на втором этапе уже проведение ультразвукового исследования. При меланомах, превышающих элевацию свыше 3,1 мм, то есть средних и больших, приоритет отдается ультразвуковым методам исследования в той или иной проявлении с целью оценки степени воскулиризации опухоли и детализации параметров кровотока. И несколько клинических демонстраций, вот такой вот мультимодальной визуализации меланомы, хориидеи, здесь малого размера, то, о чем было сказано, что приоритет отдается ОКТ ангиографии, которая весьма информативно здесь демонстрирует такую развитую внутриопухолевую сосудистую сеть. При меланомах, хориидеи среднего размера приоритет ультразвуковым методам отдается, впрочем, как и опухолям большого размера. И в завершении несколько слов о морфологической, молекулярно-генетической диагностике. На морфологической диагностике останавливаться, пожалуй, не буду, это было уже озвучено предыдущим лектором. Относительно диагностики между невусами и меланомами здесь также применяются генетические маркеры, которые могут уже косвенно нам говорить о злокачественной трансформации. И согласно клиническим рекомендациям выделены два типа, которые еще подразделяются на два, по типу, по прогнозу, то есть благоприятный прогноз и неблагоприятный. За основу здесь берется изучение мутации или их отсутствие в третьей, восьмой хромосоме и генного набора. Но не только молекулярно-генетический анализ помогает определить риск витального метастазирования. Здесь за основу принимаются и морфологические факторы, и клиническая стадия процесса, в зависимости от чего у пациента разрабатывается уже индивидуальный план диспансерного наблюдения с проведением обследований по органам и системам, скрининг на наличие метастазов. Здесь все весьма стандартно. Ну, конечно, поскольку основным органом в мишене является печень, то МРТ органов брюшной полости проводится с более высокой частотой, нежели у других органов. Ну и в рамках данного сообщения, конечно, невозможно было отразить все особенности диагностики меланомы и дифференциальной диагностики. В прошлом году была опубликована монография, посвященная как раз-таки как клиникоинструментальной диагностике меланомы, так и подробно очень отражены моменты дифференциальной диагностики. Поэтому в практике клинического врача очень рекомендуем ее прочтение. Спасибо за внимание. Продолжение следует...